Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вместе рассмотреть одну важную тему, потому что недавно мы с вами прошли праздники, осенние праздники Израиля, или то, что Бог называет праздниками Господнями. И у нас сегодня некоторая связка с осенью, связка с темами, которые уже прошли, и в то же время нечто отдельное, потому что для нас с вами очень важно вникать, что же такое корень, что такое ветви, и откуда возникает плод. И поэтому связь с корнем – это то, что я хочу сегодня вам предложить. И поэтому сначала мы произнесем значимые для нас уже слова. Исповедание на нашу Библию. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано «Я есть». Я имею то, что в ней сказано «Я имею». Я могу то, что в ней сказано «Я могу». И теперь я смело заявляю. Мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда. 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 Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, если мы с вами обращаем внимание на такие слова, как «корень», «ветви», то мы увидим несколько аналогий интересных в Библии. С одной стороны, хочется сразу сказать, «корень» – это то, что не на поверхности. «Ветви» и «плод» – это то, что является результатом связи с корнем и питанием от него. И если что-то нарушается на каком-то из этапов, то в таком случае плод не состоится. И когда мы с вами понимаем, что тем прославится Отец Небесный, если вы принесете много плода, то имеется в виду, что связь с корнем обязательная. В жизни Иисуса Христа это было очень ярко выражено. Но в Его случае уникальность ветви и корня совпадают. Исайя 11 глава, как пророческое слово о Христе. «И будет в тот день к корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». То есть, с одной стороны, есть корень, на нем уже есть ветви, но здесь идет речь о язычниках. О язычниках «и покой его будет слава». То есть, тогда, когда привьется то, что до этого не было привито к данному корню, то в результате умножится слава Божья на земле. И давайте мы посмотрим теперь, побольше побудем, в 11 главе послания римлянам. «Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Видите, опять связь со славой. Потому что умножение идущих за Христом, покаявшихся людей, тем более из гораздо большего количества народа или народов, которые населяют землю и назывались языческими. И вот туда пошел Павел проповедовать. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» О чем речь? Я думаю, что вы можете сейчас понимать уже, что отвержение израильского народа, потому что они отвернулись сами от Христа, но в это время повернулись язычники. И за все столетия и даже тысячелетия, которые мы с вами имели, как возможность привиться к этому корню. И поэтому привитие произошло. Произошло и размножение на этом корне. Но теперь есть очень огромная значимость и необходимость нам с вами увидеть, а что будет, когда привьются и те, которые отломились, как здесь Павел говорит неверием. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» То есть какое-то сверхъестественное воскрешение того, что уже давно люди похоронили. И если вы помните пророческое слово о Иофете, то есть о поколениях, о людях, которые родятся от Иофета, это и мы с вами, как славяне, не только, понятно, мы, это много людей европейцы, которые в этом же находятся поле, но они войдут в шатры Сима. Шатры Сима – это как раз все, что связано с еврейством. И сегодня сочетание не только праздников, а того, что является благословением Сима, а того, что является благословением Иофета, который имеет масштабность развития и красоту, а глубину познания осталась она у Сима. И когда это соединяется, то тогда масштаб и огромный нашей страны начинает уже видеться преображенным, выстроенным и настолько гармоничным, что подвластно только возможности божественной мудрости. «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». Тоже обращаем внимание, корень определяет святость ветвей. Если корень взят из язычества, а привита туда ветка христианства, то мы имеем то, что христианство уже назвать достаточно сложно. Почему так многие атрибуты церковные используются даже в оккультизме? Потому что привитие христианства должно быть привито к корню не языческому, а к корню от Авраама идущему. И вот тогда, когда это происходит, то тогда корень свят, и ветви тоже будут святы. Поэтому здесь нам, друзья, важно понимать, к какому же корню мы привиты, как люди, как конкретные национальности, как, в принципе, деноминации, как угодно можно сейчас рассматривать эти направления. В любом случае, свой корень надо проверять. Я к чему привит? К язычеству? Либо все-таки к Авраамову корню? Откуда пришел Христос, как сын Иесеев? Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Сколько в христианском мире за последние столетия, тысячелетия, было насмешек над Израилем, либо отвержение этого корня. Это то, в чем необходимо покаяться людям, кто в этом имел причастность. А если даже и не имели, то понимая, что мы к стране, к этой имеем отношение прямое, то принести покаяние за страну, чтобы Господь здесь тоже отделил от любого языческого корня, но привил только к корню Иисееву или к корню Авраама, потому что это тот корень, который нас держит. И если корень свят, то и ветви. И мы становимся святыми по принадлежности. Иисус пришел именно из этого корня. И только через него мы стали иметь доступ к тем обетованиям, которые когда-то получал Авраам для своих потомков, которые говорил Бог о своем народе, только через корень в Иисусе Христе. А он стал, кстати, и корнем, и лозой. Не превозносить перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломили, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Часть я пропускаю. Это достаточно такая значимая глава. И хочется, чтобы мы реально понимали, любая гордость, любое тщеславие, любое надмение, это то, что нас отделяет от корня и отделяет от сока. Поэтому нельзя превозноситься над тем, что Бог посчитал своим, значимым и важным. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут неверия, привьются, потому что Бог силен опять, привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от тайни сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Хочу, друзья, сейчас уже тоже напоминать и делать такой, знаете, первый, второй звоночек, пока не прозвучит третий и закроется занавес. Или откроется на следующий сезон, но закроется до предыдущей. И это нам надо понимать, что есть время для язычников, и оно завершается. Я верю, что мы успеем сегодня еще, говоря о преображении той страны, где мы живем, народов вокруг нас, но это как раз те последние уже возможности и последние вагоны, куда можно еще войти, потому что заканчивается время для язычников и начинается время для Израиля. Каким будет оно по количеству лет, мы знаем отчасти, можем предполагать, но в любом случае это не будут уже столетия, как было с нами. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благостью они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. «Ибо всех Бог заключил непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» На самом деле, мы до конца не понимаем, почему Господь всех заключил непослушание, но с другой стороны, кому много прощается, тот много любит. И поэтому, как только в нас появляется понимание, что нам необходимо принять прощение, то мы Его принимаем, и мы им начинаем дорожить или нет. Все зависит от внутреннего состояния. Кто-то принимает это как должное, а кто-то начинает понимать, насколько благость Божия ко мне, что Он на какое-то время, причем на немаленькое время, отвергает большинство своего народа или дает, скорее, им остаться в отвержении, потому что они выбрали такой путь для себя. Но потом Он их опять приглашает к себе. Я хочу, чтобы мы сейчас начали молиться о воссоединении той ветви, которая отломилась с корнем, и нас с вами, чтобы мы остались на этом корне и были привиты, как вошедшие в шатры Симовы. И это то, что нам с вами уже важно понимать, если корень у нас один, то важно, чтобы и ветви нашли сок от этого корня и от любых языческих корней отказаться, потому что если христианство прививать на языческие корни, как я уже сказала, это будет не то святое, о чем говорит Павел. Если корень свят, то и целое, и ветви будут святы. Если корень разрушен и имеет языческое основание, то сколько не прививай к нему христианство, оно не будет святым, оно не будет полноценным, оно не будет животворящим, оно может только как буква убивать. И заканчивается эта глава, ибо все из него им и к нему ему слава вовеки. Аминь. Действительно, все, что вышло от него, к нему и возвратится. И мы из него переходим от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу. И то, что я хочу сейчас показать разницу корней, друзья, дело в том, что корень есть, как я уже сказал, языческий, но есть еще корень в этом обществе, который даже к Богу особенно-то и не поворачивает людей, и в принципе даже задачу такую не ставит, и не делает никакую маску, ни ширму, а просто есть такой корень, о котором сказал апостол Павел в первом пославе Тимофея в шестой главе. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Вот еще один корень. И как мы можем узнать, насколько этот корень имеет к нам отношение? Тоже по плодам ведь. Ведь плоды, они производят определенные влияния, возможности, или наоборот их отсутствие. И посмотрите еще раз, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Корень сребролюбия сегодня как будто бы не на поверхности. Но здесь жадность, зависть – это его веточки, это его проявленная сущность. И поэтому, когда есть у человека эта потребность в сребролюбии, то у него есть и обязательно выраженный плод. Может быть, еще дозревший, недозревший, но это будет очевидно для окружающих. Насколько данный человек может быть щедрым, может быть открытым, может быть действительно бескорыстным. И вообще, представьте, коль корень всех зол, сколько сегодня повредила коррупция. Хотя бы даже поверхностно просто посмотреть, это все, что не качественно сделано, строительные компании, которые подвергаются вот этому натиску, и они делают не то, что нам нужно, как людям, ради которых все это делается, а то, как им будет выгоднее. И поэтому коррупционную составляющую включают в то, чтобы потом за счет людей получить себе выгоду. Я думаю, что вы знаете анализ тех событий, которые произошли в Турции и после землетрясения, как разрушены дома. И только один город, где коррупцию смог остановить губернатор или мэр того города и строил качественно дома, они остались в этом землетрясении целыми. Ни один дом не разрушен. Так вот, всякое зло в корне имеет сребролюбие. И если мы говорим о предательстве, допустим, даже Иуда, который предал Христа, за счет чего? Сребролюбие повело его туда. Сегодня люди, которые могут предавать, что называется, без флага, без Родины живущие, могут легко предавать. Отчего? Есть коррупционная составляющая, есть сребролюбие. Поэтому, друзья, когда мы начинаем видеть эти корни, мы удивляемся и думаем, как, вернее, плоды, как такой человек мог поступить вот именно так или иначе? Почему? Что им двигало? А Павел конкретно сказал, корень всех зол есть сребролюбие. Поэтому нам с вами, как христианам, очень важно проверять свой корень. На каком корне я сегодня нахожусь? Какой корень во мне уже производит определенный плод? Потому что по плодам их узнаете, их. И ведь именно седьмая глава Нагорной проповеди, когда будет как раз взвешиваться человечество, то Христос сказал, что, скажу, отойдите от меня, никогда не знал вас. По какой причине? Плоды не те. Не те плоды выросли. А корень, думали, не виден, он же под землей. Но, друзья мои, вот в этом-то и есть самообман. Корень не виден, плоды будут видны. И для того, кто их вырастил, и для тех, кто хотел бы к ним присоединиться. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись в вечной жизни, к которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Вот что предлагает апостол Павел. Подвязаться добрым подвигом веры. То есть, вера, она над обстоятельствами, она над мнениями человеческими, она над страхами и прочими вещами. И еще послание к евреям тоже говорит нам о каком-то корне. 12 глава. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Посмотрите, есть еще какие-то вещи, которые называются корнем или производятся этим корнем. И здесь Павел перечислил не так много составляющих, но двумя словами. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. то есть то, что приводит к разрушению семьи, к разрушению отношения, когда человек не готов брать ответственность за кого-то, но готов иметь отношения вне брачные. И это называется блудом. И Бог эти вещи конкретно называет как злой корень, как злой корень, который начинает порождать в сознаниях людей, что так можно жить. Но здесь это то, что приводит вред. Посмотрите, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Почему я сегодня хочу об этом говорить, друзья? Почему я чувствую в этом необходимость? Во-первых, потому что это необходимость, которую Бог вкладывает в дух и в сердце. А во-вторых, что мы говоря об осени, осень – это время жатвы. И поэтому этот сезон, он позволяет подумать о том, какие же плоды вырастают на моих ветвях, и что сегодня питают эти плоды, какой корень, какие источники сегодня меня делают либо защищенным, либо очень уязвимым и на опасной дороге, которая является скользкой и уводит меня в опасные очень зоны, как человека, я имею в виду отдельно взятого. Чтобы не было между вами блудника или нечестивца, который бы, как и Сав, за одну снеть отказался от своего первородства. То есть, опять сребролюбие. То есть, ему захотелось сейчас удовольствие. Я хочу поесть, понятно, у нас у всех есть понимание, что такое голод и когда хочешь есть, но есть ли у тебя более высокие ценности, чем поесть? Есть ли более высокие ценности, чем поспать? Если есть, то тогда ты сможешь от чего-то отказаться ради, ради более высокого, ради более значимого и будешь понимать, какому корню ты привит. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Да, Исав просил, но уже получил благословение с другой динамикой. Если якобы благословение от росы небесной и от тука земли, то у Исава от тука земли и от росы небесной. То есть ты будешь трудиться, а Бог даст тебе благословение. И то это потому, что он так просил и так умолял, что отец получил от Бога для него особое благословение. Но это не было тем, что принадлежало Исаву. И поэтому у нас с вами есть тоже выбор. И пусть сегодня корень будет проверен, на каком корне сегодня строится моя жизнь. Иду ли я по жизни с компромиссами или заразился где-то, потому что кто-то сказал, я в христианстве живу вот так, как хочу. Может быть, кто-то тебе подкинул такую мысль, то имей в виду, что христианин – это тот, кто достоин своего учителя. Это тот, кто получил призвание следовать за ним и говорит, кто идет за мной, не берет креста своего, не достоин меня. Я думаю, друзья, самое печальное, будучи христианином, в последний день узнать, что ты не достоин отношения с ним. Но я хочу, чтобы такого не случилось с нами. Поэтому Господь предлагает нам сейчас, в этот осенний период, взвесить свою жизнь, взвесить свой корень, посмотреть на свои ветви и посмотреть на свои плоды. И вот здесь теперь еще посмотрим на один важный момент из книги Откровения. И один из старцев сказал, это пятая глава, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Здесь Иисус назван корнем Давидовым. А мы читаем у Исаия ветвь от корня Исеева. То есть он тогда и отрасль, и корень. А в 22 главе книги Откровения тут вообще конкретно написано и об одном, и об втором. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Я корень, я потомок, то есть я ветка, я корень. Почему? Потому что в нем открылась сущность божества. И вот та природа Божья, из которой был рожден Христос, и как смысл, и как идея, и как план, и как путь, он являлся корнем. И насколько Бог наблюдал за этим корнем, как ветка должна прийти. Потому что родословный Иисус Христаний просто так прописано в Евангелии от Матфея в первой главе, и этому выделена целая практически глава. Потому что Бог наблюдал за этой родословной, и дьявол постоянно пытался что-то туда вмешать. Но Бог не позволил. Если кому-то и позволил войти, как Раав, блудница, либо еще там Версавия, допустим, Фомарь, то есть женщины, которые, по идее, не должны были там числиться, но они вошли, потому что в этом был Божий промысел. Он знал, что еще не только евреи войдут, но войдут еще и люди, которые примут Иисуса Христа, и этим будут с одним корнем слиты. И тогда, когда мы понимаем, что во Христе Иисусе есть как корень Давидов, так и ветка, так и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, то для нас с вами есть необходимость проверить причастность к этому корню. И короткие тексты Писания. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Что такое вода? Вода – образ Божьего слова и Божьего духа. Поэтому, когда мы свой корень открываем для воды, пусть роса ночует на ветвях, промывается корень, получает питание. Если мы на правильном корне, то пусть это все получает подпитку. Притча Соломона, 12 глава. Не утвердит себя человек беззаконним. Корень же праведников неподвижен. Как многие люди сегодня говорят, вот останавливается род, нету продолжения. По ряду причин. Может быть, замуж не выходит человек, либо не может жениться, либо детей нет даже тогда, когда уже женился или вышел замуж. Но если это корень праведника, он неподвижен. Бог точно выведет на свет правду, как это было с Захарием и Елизаветой, например, как это было с Авраамом и Сарой. Даже самые невероятные вещи Бог делал, потому что корень праведника неподвижен. Друзья, поэтому, когда мы хотим, чтобы было продолжение рода, нам очень важно молиться о том, чтобы корень был преображен, исцелен. Если там есть проблема, то чтобы пришла освежающая струя, о которой мы сейчас сказали, как корень мой открыт для воды. Знать тебя, это говорит уже Соломон в Премудрости, в книге Премудрости, в 15 главе, знать тебя есть полная праведность и признавать власть твою корень бессмертия. Опять корень, причем бессмертия, признавать власть твою. Как многие люди хотят, чтобы их слышали, чтобы они свою какую-то позицию продвигали и доказывали, что она права, даже если она в разрез Священного Писания. Все равно человеку кажется, что он прав, но это не приводит к бессмертию, а ведь наш дух, он бессмертен, и важно, чтобы нам быть на связи с тем корнем в вечности, с которым мы здесь соединились. Соответственно, признавать власть твою есть корень бессмертия. Я приглашаю, друзья, каждого из нас проверить себя на этот предмет и пригласить Божью власть в свою жизнь на трон своего собственного сердца. Премудрости Иисуса Сына Сирахова 2 стиха 6-й и 20-й из 1-й главы Кому открыт корень премудрости? И кто познал искусство ее? «Корень премудрости боятся Господа, а ветви ее долгоденствия». Страх Господен сегодня стал огромным дефицитом в народах, даже в христианстве. Поэтому здесь уже Иисус Сын Сирахов отмечает, что корень премудрости боятся Господа, а ветви ее долгоденствия. Я хочу, друзья, с вами сейчас, завершая практически это небольшое послание, дать направление для мыслей, потому что Малахия, где написано в 4 главе, «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и пополит их к рядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Как печально подойти к итогу жизни и не сохраниться ни корню, ни ветвей. А Господь полагает разницу и сказал, что к концу времен эта разница проявится. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, зайдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Поэтому вот она разница. Если мы на правильном корне, то выйдет солнце, в лучах которого исцеление, и мы выйдем и взыграем, как тельцы упитанные, то есть торжествуя в Божьем присутствии. У Иоанна в 15 главе, где сказано, что «Я есть истинно виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вот здесь уже идет речь в слиянии с Иисусом, который есть лоза. И вот эта лоза, к которой мы присоединены, он соединен с корнем божественной власти в Аврааме всех обетований, которые он сказал через всех пророков в Священном Писании. И поэтому, говорит, «Я стал вот этим мостиком для вас. Я соединил вас с тем корнем, который был вам недоступен. Вы бы никогда туда не попали. Но из-за того, что я пришел и стал и корнем, и потомком, и вас привил к себе, и сделал вас частью своей лозы, как ветви, но поэтому приносите плод, приносите, и через это будет умножена слава Божья, потому что тем прославится Отец Небесный, если вы принесете много плода. И поэтому я хочу вместе с вами сейчас, друзья, помолиться о том, чтобы много плода пришло в нашу жизнь, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Пусть оживают слова, которыми питаемся, которые мы имеем от Бога. Небесный Отец, я благодарна тебе, что могу сейчас молиться о соединении корня, ветвей и лозы. Пусть это все соединится настолько гармонично и настолько глубоко и сильно, чтобы результаты в нашу жизнь пришли нам от тебя. Потому что ты сказал, плоды будут от меня, если ты наш корень, то и плоды нам будут от тебя. Поэтому пусть никаких иных корней, злых, которые приводят к опасности, либо тем более сребролюбия, которые есть корень всех зол. Избавь от этого народ твой. Дай Господь увидеть, прочувствовать, понять, где жадность, где зависть, где сварливость, где недовольство, чтобы все это искоренить, где блуд, где какие-то события, которые могут отвлекать человека от истины и заводить в болото. Избавь церковь твою от этого, Господь. И я прошу тебя, как человек, представляющий Россию, чтобы в России языческий корень высох, а чтобы пришло только то, что является корнем и несущим жизнь от Израиля, от твоего присутствия в жизни Авраама и твоих обетований через всех пророков. И я поэтому отделяю сейчас и себя, и народ твой, молюсь о стране своей, чтобы ты отделил нас от того корня язычества, но привил только к твоему корню, и чтобы это христианство процветало и приносило плод. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok